Библейский портал экзегет.ру представляет 80-й псалом для библейского портала экзегет, считаю перевод российского библейского общества. Предыдущие псалмы, конец 70-х, последние среди 70-х, были посвящены теме разрушения Иерусалима, видимо, идет речь о Вавилонском нашествии, ну, такой немножко общий там был разговор. «Мы твоя лоза», — говорил 79-й псалом, — «мы твой народ», — кричали криком эти псалмы, — «нас все плохо, помоги нам». И были псалмы, вот предыдущие мы читали довольно подробно, в 77-м это было, как описывается там путешествие израильтян через пустыню, переход из Египта в Ханаан, где без конца они восставали, противились, да и в Ханаане не очень-то они хотели покоряться Богу. Ну вот Бог может сказать, «Хорошо, я вас опять спасу, но сколько уже можно?» А дальше-то что? И вот 80-й псалом ровно об этом. Причем он выглядит как ответ Бога. Вот люди вопят, «Помоги, помоги, помоги, помоги». Что им Бог скажет? Начальнику хора напев «Хагетит», сложенный Асафом, вот это тоже личный псалом Асафа, легендарного этого певца и поэта. Напев «Хагетит» мы толком не знаем, что это такое, какое-то музыкальное сопровождение. А вот, собственно, сам псалом. «Воспойте Бога, Он — наша сила, восклицайте пред Богом Иакова. Пойте песни и бейте в бубны, на звучной арфе и лире играйте. В новолуние отрубите в рок, в полнолуние, в день праздника вашего». Вот закон для Израиля, повеление Бога Иакова. Эту заповедь дал он Иосифу, когда вышел тот из Египта, когда услышал голос, прежде неведомый. Он говорил, «Я бремя снял с твоих плеч, от корзин освободил твои руки. В беде ты звал, и я вызволил тебя, из грозовой тучи ответил тебе, я испытал тебя, вот миревы» — музыка. «Народ мой, слышь мой призыв, Израиль, послушай меня, пусть не будет у тебя чужих богов. Богу чужеземному не поклоняйся. Я, Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта. Открой рот и накормлю тебя досыта. Но мой народ не послушал меня, Израиль был мне непокорен. Я оставил их во власть и упрямство, пусть сами выбирают свой путь. Если бы народ мой слушал меня, если бы Израиль шел путем моим, я бы тотчас смирил всех врагов, их свою руку простер на притеснителей. Враги Господа пред ним стали бы заискивать, вечно было бы их наказание. А вас кормил бы он отборной пшеницей и питал бы вас медом, текущим из скалы». Вот ответ. «Господи, нам плохо, помоги, помоги, помоги». И здесь все подробно и довольно ярко разбирается. «Вас пойте Богу, наша сила, пойте песни, бейте в бубны, в новолуние трубите в рог, в полнолуние, в день праздника нашего». То есть, вообще-то, новолуние было праздником, началом месяца. Ну, полнолуние, видимо, тоже такой полупраздник, да. Вот давайте вы начнете с того, что вы будете радоваться. Чему, собственно, радоваться-то? Нет, ну, псалом можно считать самостоятельно, не обязательно его связывать с предыдущими, где все очень плохо. Но чему, собственно, радоваться? А дальше ответ. «Вот закон для Израиля, поверение для Бога Якова. Я бремя снял с твоих плеч, от корзин освободил твои руки». Идет речь об избавлении от египетского плена, от рабства. «В беде ты звал, я вызволил тебя». То есть, вот уже повод для радости. Ты существуешь как народ, Израиль. Вы свободны, вы больше не рабы. Давайте начнем с вами разбор ваших проблем с того, что значительную часть этих проблем я уже решил. Вот человек ходит и ноет, у него денег нет, зарплата маленькая. А за то, сколько у него всего есть. Давайте начнем с того, что признаем, что уже очень многое дано. А потом мы будем думать, как исправить то, чего не хватает. Как сделать лучше то, что плохо. Вот скажите за это спасибо. Начнем с этого. «Народ мой, слышь мой призыв. Израиль, послушай меня, пусть не будет у тебя чужих богов. Богу чужеземному не поклоняйся». А вот главная проблема, вот корень всего. Язычество надо искоренить. Я, Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта. То есть, это же не просто такой призыв, пусть не будет других богов. А с какой стати? А богов много. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Почему нужно хранить верность только одной? С чего бы это следовало? А вот из логики наших с тобой отношений, я тебя вывел из Египта, а никакие бы то ни было другие боги. И когда они долго и упорно не слушали, я оставил их во власти их упрямство. Пусть сами выбирают свой путь. Ну и несут ответственность за этот выбор и получают последствия своего выбора. Если бы народ мой слушал меня, Израиль шел моим путем, я бы смирил всех врагов, их руку просторно притеснить или... Вот нету этого. Нету этого. Поэтому ситуация не такова, какова она есть. А вас кормил бы отборной пшеницей и питал бы вас медом, текущим из скалы. Вот люди, все зависит от вас. Вы вопите ко мне, говорит Господь. Вы призываете меня. Как вы себя ведете, особенно когда я прихожу к вам на помощь. Давайте вот здесь что-то мы изменим, и тогда изменится ваша жизнь. Тогда вот эти все обстоятельства станут другими, говорит он. И дальше следует очень странный псалом, в котором как будто кто-то спорит на эту тему с Богом. И мы обязательно его прочитаем. Но читать его надо будет тоже в контексте 80-го. То есть это псалом о том, что других богов быть не должно. Это правило. А в 81-м будет исключение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok